За несколько месяцев этот мужчина провернул аферу, которая и не снилась великому комбинатору Остапу Бендеру. По словам потерпевшей, к ней в вагоне метро подсел мужчина. Предложил познакомиться. Довольно быстро оба восплали чувствами друг к другу. Стали встречаться. Но спустя некоторое время возлюбленный раскрыл девушке страшную тайну. Он смертельно болен и ему предстоит долгое лечение. Потом мужчина внезапно пропал. Зато на связь вышел его родственник. Я якобы писал через его страницу, якобы его племянник. Что дядя умер, дядя убил вас, дядя умер. А вы, девушка, вы должны у меня денег. Если типа не дашь, были у него мои фотографии. А если не дашь, мы распространяем по твоим родственникам все твои фотографии. Девушка испугалась за свою репутацию. Суммы шантажист просил немалые. Аппетиты так называемого племянника со временем только росли. Сначала девушка перечислила ему 100 тысяч рублей, потом 130. Но обладатель пикантной переписки не унимался. И тогда потерпевшая решила обратиться в полицию. Стражи порядка нашли шантажиста. Им оказался ее скончавшийся возлюбленный. Полицейские выяснили, что злоумышленник с самого начала обманывал девушку. Воспользовавшись доверчивостью жертвы, мужчина вымогал у нее деньги. Правда, у воскресшего совсем другая версия. С бывшей девушки требовал или просил деньги. Нужны ей деньги. А кому они не нужны? Вот только зачем представляться другим человеком и инсценировать собственную смерть? Не исключено, что эта мошенническая схема задержанным уже четко отработана. Сейчас это проверяют полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». 38-летнему безработному мужчине грозит крупный штраф и тюремный срок до 4 лет. Денис Бушуев, Андрей Чернинок, Владислав Широков, Петровка, 38.